догнать его ухт негода себе он от спавнился видали всех приветствую дорогие друзья меня зовут данил и мы продолжаем играть в игру мотор депот сегодня нас будет такой автобус лазик 695 н я думаю всем всеми знакомой характеристики масса 680 тонн и максимальная скорость 86 километров в час 150 лошадей 304 места и пассажиров по городу написано по району и по городу должно быть так свет 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 наверное синий давайте оставим так здесь у меня принципе все прикручено я уже катался на этом автобусе так и чё здесь еще шторки тоже в синий был красный теперь давайте вот таким синим забабахаем так в салончике в принципе да я не знаю что сюда можно прикрутить на монетницу в это то точно сюда нужно ну давайте флажки по моему они мне были но почему-то куда-то не у меня всплыли такой глазик с перевернутой буковкой л панели я думаю многие уже смотрели видео про эти лазики что у меня на канале про тенбассе что еще где-то и катались может даже кто-то самый теплый советский автобус кстати погнали сейчас как обычно выйдем возьмем маршрут ну по району поедем как мы на пазе катались 672 тоже легенда советского союза в трафике она лишь без трафика катаясь у нас же тут мультиплеер так серпа видоватого озерцова москва за серпа в краснобор пиратуры емшими криво и монкаши все попросту мука такси красноборы пиратуры кряева надо микро его кататься получается обратно до поранда и микро ну да давай ладно да погоним доме кряева прошлый раз мы даем лкаш катались панели забирать а то я такой человек что вообще могу людей нас на автовокзале забыть и без них поехать только нам работу так не засчитают я боюсь так страховку покажите секунду либо тарь пашечки отыграют принципе живая комнатка наверно там на есть я передал страховку так ну сколько там максималка 86 я думаю 90 мы можем раскрутить в жизни не как раз только же и пруд такой звук не узел овский уже назовем за тоже вроде бы стоит мотор на так еще и заднюю не включил добро пожаловать такой грязный нужно быть этого помыть она красноборами на погнали то и бывает что-то путаю краснобор туда куда видоватого дала второму сегодня сами не едем штраф 500 рублей а кто-то там попал на целых 500 рублей неприятная ситуация солнечко кстати ничего такой вид с монетница струк с рублями прикольника вид смотрится у ладос обгоняет так тихо 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 поджимает смотри у ю мою на не успел затормозить прямо виды поясника я мое дтп пишет но ребят сорян сорян нет как-то ты притормозил так что не придет мне интересно не будут за мной ехать стойте я пишет стойте давай остановимся что ты там будешь что-то интересно фсб да не фсб ну ладно пусть едет он же написал стойки написал пусть едет ну ладно погнали я заразой по встречке не мог объехать потому что этот владос поехал и ну и как бы ехал я достаточно быстро амаз впереди меня ехал медленно вот мы и въехали не очень не въехал дтп на автобусе с пассажирами неприятная ситуация согласитесь важности машину ем с поста так надо его обогнать его ухт негода себе он от спавнился видали как может быть негода себе такого еще си не видел сразу я не знаю 2 до 2 дтп шки но если одна не такая уж и страшная просто помяли себе немного перед а то здесь уже взлетели то тот же владос самый до два раза из-за него дтп попадаю сам не понимает куда мы ехать прикол на пози я тоже ехал тоже блин какой-то пьяный водитель на этом же камазе чем меня эти камаза врезаются не пойму почему когда еду на камазе я ни в кого ведь не врезаю с него автобусы дойду на автобусе меня все камаза врезаются который непорядок не замечаете на такую фигню так что это тут какие-то проседания слове так шумно принять эти движок вроде сзади находится сзади должно быть шумно у нас лазиком все она звери вообще есть с левой стороны 90 года если у нас там двери присутствует но мы не были это в прошлых версиях да не вроде есть видите сразу даже как-то и внимание не обратил так краснобор проезжаем погнали эта игра про автобазу а никак не про рп проект ну здесь можно разные разные рп шки мутить то мне как бы и нравится спидометр рассмотрю немного своей жизнью живет туда-сюда его качает кстати как настоящем лази туда-сюда его качает это достаточно давно еще заметил и но блин ну как-то по реалистичному выглядит мне это собственно даже нравится то есть мы едем 80 да мы можем крутануть стрелка у нас до 100 пойдет но при этом и 100 не будем ехать такие вот реалистичные спидометры мы можем пока вомсе замечательно на автобусах ну вот здесь тоже на лазике это сделано и кстати я считаю достаточно нормально так я пока не не пойму сколько я 80 ехал больше я вроде не не брал скорость ничего там сейчас принципе у нас будет спуск если что это у нас круговой маршрут на обратном пути еще проверим то еще там будет время пертуры добро пожаловать уважаемые пассажиры пертуры жалко нема знаете так подъезжаешь люди на остановке на каких-то остановках они заходили то есть пропадали до на каких-то бы то есть выходили появлялись было бы так тоже по реалистичном ну уже знаем что остановки у нас обновили обновят будут они у нас такие синенькие в городе и здесь такие вот разукрашены потому что реальности тоже везде по-разному где-то однотипные где-то вот перекрашены на ли вообще другого типа сделаны какую гонку жду поставить три там эти точки точнее звездочки чё дпс это у нас матное слово или он как-то там дпс ников обозвал что игра ему за это замутила слова так это на поворотник рановато я включил он так не кажется еще до остановки ехать доехать это мне еще село такое нравится сделан так прикольно ограждение магазинчики елочки живи тут не хочу так это у нас маска газы но по идее конечные будем так вот разворачиваться и ехать в обратном направлении О, сейчас тут как раз горочка будет. Так, ну вот как раз 85 он едет. 90, отлично. 95. Ну-ка, сотку возьмём. Ну что, можно считать, что мы сотку взяли, не? Да, сотка. Короче, лазик до соточки мы можем разогнать. 100 километров он пойдёт с горочки. Знаете, это ещё не из медленных автобусов. Я думал, он будет такой достаточно медленный. Ну нет. Всё-таки он на втором месте по скорости автобусов. Там оно что, быстренькое. Ну если убрать вот эти маленькие газельки, в основном это у нас идёт из больших икарусы, и лязвы. 5256, которые тоже на них прокатимся, на преградных. Может уже в новом обновлении, может ещё и в старом. Посмотрим. Так, тихо. Вроде ещё не скользко, а как-то меня носит заправочка. Ну заправиться на меня на данном предостаточно. Хотя канистрами можно запастись. А, я вроде запасался. Давно. Так, а чё это у нас? Остановка находит. Ё-моё, а я чё, опять маршрут в Яманкаше выбрал? Да, Яманкаше. Чё, я думал, я до Маскогаза съеду, разворачиваюсь, еду обратно. Получается, такой же маршрут, как мне на Пазике мы ехали в прошлом видео. Ё-моё. Прикол. Видимо, не нажал туда. Я хотел Маскогаза выбрать. А, видимо, Маскогаза и Яманкаше я не увидел. И всё. Ну ладно, погнали. В принципе, как раз всегда такие автобусы, лазики, пазики, они подходят. Вот как бывает. Такие вот огорчения можно словить. Не всегда, кстати, приятные. О, коллега. Погнал. Сейчас не будем. По идее, по тому же маршруту. Нормально он так плет еще по грунтовке. Пазик, сколько тут? 60 ехал. Лаз 100 плет. Блин, это еще не самый такой ущербный. По скорости автобус на нем можно гнать. Ну да, адреналином, конечно, если хочешь поехать, но что-то там делать будешь. Никакую работу до адрена он не берет. А как я сразу не заметил, что тут Яманкаши написано у нас. Ну-ка. Давайте приблизим. Да, Яманкаши. Яманкаши. Пипец. Я думал, маска газа и все. Ну ладно, в принципе, расстояние так небольшое, сколько там, всего лишь на километр различается. автобус быстрый у нас. Мы быстренько так-то доедем. Че уж. Погнали. Сейчас туда же едем. Не едем туда-туда. Какой вам народ вообще автобус нравится? Мотор-де-пот. Можете написать, то есть, нравится ли вам ЛАЗы, или вам нравится что-то более такое, поновее, как вот у ПАЗ-4230, Аврора. Или старые, старые, прямо вот, 677-й ЛАЗы, 672-й ПАЗик. Советский. Ну, тут, в принципе, все советское, ну, такое. Что-то советское, что-то такое нулевое. Что-то более поновее, что-то прям вообще там, советское там, 60-х годов. Будет интересно почитать. Мне, например, нравится, вот, самый качественный автобус, это МАЗ-103, здесь ПАЗик, 32-051, погнал. 32-05 еще. Ну, и Карус. Ну, Карус мне не особо нравится, он тут как-то квадратно выглядит, некрасиво. Ну, так же, как и ЛАЗик. Больше всего мне нравится это вот такой вот ЛАЗик, Красавец и ПАЗики. Два ПАЗика. А, ну, МАЗик точно. Остальные так вот. В принципе, тоже прикольно, хорошо, что они есть. Но, как по мне, по качеству, прям, вот эти автобусы, они славненькие. АМАЗ-103, это вообще на суперский городской автобус получился. Здесь, наверное, такой самый нормальный городской автобус был, до МАЗа. Это, скорее всего, и Карус 260. Ну, вот, пошло бы на линии МАЗик добавили, и... Четенько, четенько, хочу сказать. Прямо, за шипки, за шипки. Сколько платят? все, едем обратно. По такому же маршруту, так же топим. Минут, наверное, на сколько? Минут 7-10 потратим. Время я не засекал. Сколько мы тут? 18 тысяч. Ну, это, кстати, если ты на КАМАЗе, 18 тысяч тебе платят. А если ты на газончике будешь себе навозить, то десятку заплатят. Вот, 10к или 18к. 10к на газоне и 18к на КАМАЗе. Когда ты стена возишь, я снимал тоже самую выгодную работу. Чете спрашивают. Сено возить. Да, соточку берет, смотри, нормально. То есть, по скорости не огорчит. Не знаю, будут ли он... Да, я думаю, может, возможно, все-таки он стоит в реальности с горки поедет. Я тоже считаю, что это возможно. Вот, на газе 10к, на КАМАЗе 18к. да-да-да. Все именно так. Именно так. Так, что мы догоняем пазик? Или обгоняем? Мне, скорее всего, нас обгоняет, потому что он впервые намного уехал. не вижу. А, вон он, аж вдалеке, вот за точкой. Можно разглядеть его. Вон он даже там. Отъехал. Нам нужно сейчас остановиться. Он погнал. Емша. У тебя бензобак... Бензобак слева гений. Вот это там. Не с той стороны подъехал. Ну, бывает разной ситуации на заправочках. Кто-то вообще пистолет забудет утащить и поедет с ним. Главное, уже до такого не дорасти. Емша. Не так это емша. Он нравится. Но... Вот взять тот же краснобор, например, да, или пертуры. Ну, какие-то не такие скудненькие. Пару домиков и все. А здесь прямо здания, какие-то такие двухэтажные магазины, заборы. Вот так вот все угорожено. Сюда раньше песок можно было возить так же. Сейчас мы плиты отсюда забираем. На таксишке кого-то довезем. О! Кто снесется? Да, видите, если присмотреться, вот я рулем дергаю, стрелка спидометра, она крутится. То есть, она не показывает точную скорость. Она туда-сюда, вот лево-вправо входит. Как бы точной скорости, к сожалению, не выдает. Такая-то фишечка в этом лазе. Не, ну, по скорости он меня удивил. Сколько я катался, ну, как-то не ощущалось эти, ну, 90 я гнал. Может даже, ну, я просто не обращал, я не сильно на нем часто гоняю. Ну, вот сегодня по скорости я прям доволен им. Реально доволен. Давай. Пазик погнал. Ну, да, у него такой же маршрут. Сейчас на автомокзале мы с ним полностью и встретимся. Там главное не занимать точки, чтобы можно было заехать. Это так-то друг друга въедем и все. и очередной ДТП будет. А мне их еще сначала схватило. Так, это она сделает на зелке погнал. Продукты развозят. Мне, кстати, что-то не нравилось это работа, я когда-то там говорил, на мазе работал. Мне нравится разведить продукты, ну, типа, как-то не поднатипно. Ну, сейчас я так посмотрел, так чего, нормально. Если, конечно, по всей карте развести, там можно нормально так денежку заработать. Ну, или хотя бы круг почета сделать там от Серпова до Серпова. Будет тоже нормуль. Пять вечера уже, я выезжал, было 9 часов утра, ну, может, 10. Итого, целый день мы работаем за рулем. Так, 31 человек у нас здесь пинг. Не знаю, чем я с пингом или то я с пингом. Но почему-то у меня машины не прыгают. Вот даже если на пазик обратить, который спереди идет, немного он как-то рывками бык-бык-бык не пойму чего так. Рывки, рывки имеются. Ой. Ну, придавлю. Задавлю. Ну, нет, аТПшек не хватит. Ну, как отлично. Он отъехал до остановки на точку, подъехал. Так и надо работать, так и работаем. Все, серпов конечное, следующее. Я так немного стою, жду, чтобы он отъехал прям. Не обгонять его, не это. Так, по графику идти с ним. Как коллега с коллегой. Пассажиров не отбирать друг друга. Ну, кстати, что-то в онлайне не видно пассажиров. Или там просто далеко находится. я близко подъезжал. Я думаю, такого расстояния хватит, чтобы пассажиров увидеть. Дальность прорисовки точно нужно хватить. такой фишечка я не замечал. на этом автобусе есть один довольно хороший бак на деньги. Я вам его показывал в коротких видео, можете посмотреть. Да, и на проторах ютуба тоже там длинное видео есть с этим автобусом. Бак, конечно, он такой достаточно долгий, то есть там, чтобы миллион заработать, наверное, полдня нужно потратить, покататься. по одному и тому же маршруту. Маршрут довольно такой длительный, надо будет на нем прокатиться. Ну, это уже на следующих автобусах. Какие у нас там лязик будет, 67-й. Но на нем можно словить бах и нормально поработать. Так, пофармить денежку. Так, вот этот опять сейчас начнется здесь сигналить мне или что не пойму, ну да. Рывками едет, не пойму. У меня интернет, у него интернет. А, это я вообще еле еду. Скорость у него пала. Вот все дальнобойщики у нас собрались, чтобы никого не въехать, как это было. Не особо хорошо. ползем. Пазик он сейчас тоже завернет, выгрузится, получит денежку. Мы тоже сколько нам там 18 заплатят. Че вы все посреди дороги стоите мне интересно. Так, что-то я омси вспомнил с такими проседаниями. Ну А, 21 тысячу ни хрена себе. Это уже бах. Пишут 19 и 18 в итоге 22 заплатили. Норм элла так. Так, ну поехал тоже на автобусный парк. На базу. Короче, погнали на базу тоже. Вечерок уже. Никто никуда не поедет. Рабочий день на сегодня закончился. Че немного руку разомнута у меня. Че рука занемела пока рулил. Тяжелая работа даже. Даже с телефона. Погнали. Даже с первой второй передачи такой резкий. То есть есть же автомобили когда-то первый второй втыкаешь или едет. В том числе автобусы грузовики а здесь вторая первая резки сразу куда-то там едет. Нормально кренит кстати. у нас на крыше фонари которые там на крыше стоят просвечивают в салоне. Так пазик либо уже приехал либо поехал туда тасоваться к ДПСникам. Ой-ой-ой-ой. Нормально. Поворотник левый пока выключишь лучше уже аварийки включить и потом выключить. Нифига не выключается. Ой Карусик здорова. Че ты тут творишь блин. Змеей катается. Ну давайте не заезжайте сюда припаркуемся. По моему так типа по РПшке. Ну и закончим на этом наше видео. Все можно заглушить выйти помыть убраться после пассажиров. Ну что ж большое всем спасибо за просмотр. Кто досмотрел до конца ставьте лайки подписывайтесь на канал если вам все нравится ну и прожимайте на колокольчик чтобы в дальнейшем не пропускать новые видео по моторке ну и так далее. Меня зовут Данил. Всем добра всем мира до новых видео. Свет включился. и всем пока пока ну а я на отдых. Субтитры сделал DimaTorzok